МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И звуки! Какой-то? Извучий! Давай сюда! Какой ли тебе извозчик? А кто ты такой? Я не извозчик. А кто? Я, воните, умею. Только гляд над Москвой украшенней, Володец, как он, мы леем в облаках. Выезжаем мы с такими другими, Как прежде зиму, и, как прежде, Почидаем седока. Как тарус мы с тобой, чай взявляясь тобой, И с красы близболы мы с тобой. Вот теперь пройдемся тихо, Пасху, а я, воните, умею, глухой. Но, подружка взядая, Тот старушка древняя, Станешь, мруська, в стороне. Наши голоделевые, Будут я старые, Ты верна, как прежде, мне. Леонид Витальевич Неведомский, Народный артист России, Артист Академического Большого Драматического Театра имени Товстоногова. Родился 13 октября 1939 года под знаком Зодиака Весы В городе Витебске, в семье военнослужащего, Служба в армии, затем работа в провинциальных театрах страны, Учеба в Ленинградском театральном институте, Встреча с Георгием Александровичем Товстоноговым, И до сегодняшнего дня место работы артиста Театр имени Товстоногова. Более 100 ролей в кино. Дважды женат. Первая жена – актриса Санкт-Петербургского молодежного театра Наталья Дмитриева. Дочь – Полина, внук – Артем. Вторая жена – Валентина Владимировна, психолог. Леонид Витальевич Неведомский с 1998 года также украшает сцену Санкт-Петербургского театра «Русская антреприза» имени Андрея Миронова и занят в четырех спектаклях театра. За роль Захара в спектакле «Обломов» выдвинут в номинацию высшей театральной петербургской премии 2000 года «Золотой софит» за лучшую мужскую роль. Он один из добрейших, внимательных, чутких, трогательных и сильнейших людей, с которыми мне довелось встречаться в этой жизни. И вспоминая шуточную песню Пугачевой «Настоящий полковник», я бы сказал – Леонид Витальевич Неведомский – настоящий мужчина. «Человек, родися! Бог, родися! Бог, родися! Бог, родися! Бог, родися!» «Ой, Господи! Бог, родися!» «Все живет, как't она! Мы все живет!» О, пора за дело. Закар! 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 Чего ты? Вы же ведь звали. Звал? Чего я звал, я не помню. Не помню. Пойди к себе, я вспомню. Пойди к себе, я вспомню. Пойди к себе, я вспомню. Да. Да же надо вставать. Чего, господи. Впрочем, письмо достаточно прочесть, что вчера получили. Закар! Куда ты? Господи, вы же ничего не говорите. Чего мне тут стоять-то даром? У тебя же ноги отсохли, постоять не можешь. Постоять не можешь. Видишь, я озабочен, так и подожди. Не належался там еще. Сыщи письмо, что вчера от староста получили. Куда ты дел его? Какое письмо? Я вообще никакого письма не видал. Ах, ты никогда ничего не знаешь. Ты ж принял вчера грязное такое. Куда вы его положили? Почем мне знать? В корзине посмотри. В корзине нету там ничего. Ты за диван не завалил, ашли? За диван не завалил. Ах, спинка от дивана до сих пор отломана. Чтоб тебе стойлер не вызвать и починить. Ты же сломал. Я ничего не ломал. Она вот сама изломалась. Не век же ей быть. Надо когда-нибудь изломаться. Нашел что ли? Нашел. Вот, вот какие письма. Да ведь те. Ну, а других нет. Ладно, пойди, я встану сам найду. Пойди, я встану сам найду. Рудольф, мне так симпатично, что ты выбыл место съемки именно в своем театре. И мало того, что в своем театре, что именно вот в этой гримерной. Я прихожу, когда в твой театр, и меня так душа волнуется, потому что я сразу вижу здесь старые афиши. И здесь, смотри, поэзия. Сергей Юрский, Евгений Бенефис, Евгения Лебедева. Посмотри, вот Чайка, вот уже только новые премьеры вышла. Алиса Фрэнди, Владислав Стрижевич, у которого я учился всю жизнь. И никогда не смогу научиться тому, как он владел собой на сцене. Знаешь, он меня поражал тем, что вот в Хануме, который мы с тобой заговорили, когда у меня было 39,9 температура, слабые, макрые, и только его выход выходит на сцену, и только он мог так танцевать, никакой температуры, никакой болезни. Оп, это стрижальчик. Понимаешь, как в сцене вдруг. Вообще, это поразительный артист совершенно. И вот эти фотографии, эти афиши, и то, что они у тебя по всему театру. Знаешь, как бы, вот такое, как бы, все время ты постоянно вращаешься в прошлом нынешнем, в нынешнем прошлом. И даже все вместе взятое прессуется в будущее. Поэтому я не хотел, я у тебя, у меня дома, поверь мне, может, потому что мы с тобой весы, я не знаю, но у меня дома вот так же висят фотографии и Георгий Александрович Состанугов, и Евгения Лебедева, и Павла Успекаева, и Ефима Капеляева, и Аркадия Райкина. Точно, совершенно. Который один день проработал в БДТ, знаешь эту историю, да? Да, нет. В 30-е годы, когда была репетиция, я не помню, это в пьесу его пригласили на «Шута». Вот один день. А полицеймака, его друг, Виталий Павлович, мечтал сыграть эту роль «Шута». И режиссер пригласил Аркадия Саича Райкина. Он почувствовал, какое состояние было у полицеймака, и ушел. И в трудовой книжке у Райкина написано «Один день работы в БДТ». Ну, конечно, я это могу понять, потому что у меня было такое ощущение стыда, ощущение состоятельности полной. Это вот о спектакле Георгий Александрович Состанов был четвертый, когда мне пришлось заменить Павла Борисовича Луспекаева с этим выходом и налогом. Вот клянусь тебе, как на духу говорю, я перед сценой встал на колени и говорю, Павел Борисович, Георгий Александрович, простите меня, Христа ради, простите меня, не могу. Той мощью, передо мной был Павел Борисович Луспекаев с его этими глазами, с его темпераментом, с его мощью. И я только что окончил театральный институт, только начинаю первые шаги в таком театре, о котором только мечтал я. Я работаю в Новгороде в 58-м году. Я ездил каждый четверг в большой драматический смотреть спектакли. Если бы меня кто-то спросил, если бы кто-то куда-нибудь спросит. Вот вы все-таки 22 года проработаете здесь. Вот какой счастливый артист. А вы не можете рассказать, как он работает с артистом? Невозможно. Ты знаешь, невозможно. Вот я уже сколько, 11 лет, я живу с памятью во мне, внутри Георгий Александрович, а с верой. И 11 лет я не могу разгадать эту загадку, хотя бы сформулировать для себя. Ведь я должен спросить, вот внук у меня Артемий, 4,5 года. Он же вырос, он спросил, ну как вы работаете с Георгий Александровичем? Я ему не могу сказать. Потому что я не понимаю. Система Станиславского, может кто-то рассказать, есть книги, выходит. Система Товстанугова. Для меня работа с Георгий Александровичем Товстануговым, вот сейчас это как-то стало банально, вот космонавты улетают. Помнишь, раньше как-то все болели, что там в космосе, что там происходит, как они живут. Сейчас они там раз покажут, там две недели. Как-то обыденное дело. А я до сих пор беспокоюсь, как они взлетают. Ими руководят вот эти ручки здесь в космическом центре. Они там наверху, им дают какие-то команды. Так вот я себя с ним чувствовал, что вот он, Товстанугов, космический вот этот центр, понимаешь, и который мне посылает какие-то импульсы. И когда я попадаю в этот импульс, ему хорошо, ему со мной интересно. Леонид Витальевич Неведомский как бы воспитанник Большого драматического театра. Прямо со школьной скамьи, вузовской, скажем точнее, он был принят в труппу Большого драматического театра. И весь его путь как бы прошел вместе со мной и на моих глазах. Поэтому он является известной гордостью и моей лично, и думаю, что театра в целом. Его роли всегда отличаются какой-то подлинной всегда органикой, глубиной проникновения в характер. И его личная доброта всегда прочитывается в его исполнении. И я очень рад за эту творческую судьбу в жизни Большого драматического театра имени Горького. Художественный руководитель, который постоянно у артиста берет сигареты, я не знаю, это нужно так быть занятой работой, так быть занятым театром. Господи, всеми проблемами. Сгни до сигарет. Как говорил Эфим Захарыч Капелян, можно у вас сигаретку? Он нанимает майбринг, а трудно было купить майбринг. Где вы берете сигареты? Берете вы, я покупаю. Вот когда, если бы, дай бог, пошлет так, что ты у меня будешь докма, тут у меня в прихожую фотографии актеров, которые там, Эфим Захарыч Капелян, и мне Валерия Плотников рассказывает, моя любимая его фотография, Эфим Капеляна. И мне Валерия Плотников говорит, я говорю, как ты его поймал, как ты его мгновение поймал, понимаешь, его с трубкой. Он говорит, ты знаешь, ничего, все отснял, 36 кадров, отснял все последнее, 36 кадр остается, я уже ухожу. И вдруг сели там, выпили коньячку, вдруг я вижу, Эфим с трубкой, выпив там 20-30 грамм рюмку коньяка, маленькую с кофе, я вернул, быстро подумал, Эфим, Захарыч, не делал, останьтесь так. Сделал кадр, и вот этот кадр, который обошел потом весь мир, который у меня висит, этот цветной огромный портрет, Эфим Капелян с трубкой, этот покой, эта сила, это мужество, это доброта, это щедрость душевная. И вот я ничто для него, начинающий артист, понимаешь, в большом драматическом, но вот потому, как мы летали на съемки, и он не мог это оставить, это просто так. Он мне подарил книгу, которую я всегда открываю, когда мне совсем плохо написано, и с тех пор я взял у него с глубочайшей симпатией. Эфим Капелян, ну там теплые слова добрые, на книге Ремарка, три товарища, а я Ремарка любил безумно. В юности, вот как он почувствовал, Эфим, что именно Ремарка мне надо подарить, никого другого, а именно Ремарка. И сегодня, когда я ехал в театр, думаю, а почему так получилось, я ведь делал программу артиста БДТ на эстраде, и знаю, что ты прекрасно поешь, и так далее, или может быть... Не надо, не надо, стоп, вот это стоп, я никогда не пел до твоего театра. Когда я согласился сыграть в первом акте кусочек из Мудреца вместо Дмитриева, ты говоришь, да, и так между делом, говоришь, да, Лёнь, там вообще Игорь делает такое, у него мелодикламацию с гитарой, вообще надо сделать тебе музыкальный номер какой-то. Я говорю, какой? Я говорю, ну сделай какой-нибудь музыкальный номер. Я говорю, слушай, я никогда с музыкальными номерами не ходил, вообще ни в творческих вечерах, ни на эстраде, я в жанре пою, драматический артист, я себя не пробовал. Лёнь, ну ты, это надо, ну как ты всегда умеешь разговаривать, быстро, всё, это надо, и ушёл. Я прихожу домой, боже мой, что делать? Как, я говорю, Валентине жене, которая всегда со мной решает все мои творческие и жизненные проблемы, я говорю, слушай, он мне говорит, надо сделать какой-то музыкальный номер. Это брешник, помню, какой я могу делать музыкальный номер. Я понимаю, Игорь, у него мелодикламацию, у него есть спектакль «Свечи на горели», он в концертах, я его много раз слышал, у него гитарист, сказочный совершенно музыкант. Я говорю, ну как, что я могу сделать? И сел мучительно, придумывая, что же мне можно сделать. И вот здесь я вспомнил, что совсем недавно из жизни ушёл артист, который играл у тебя в театре, замечательный актёр, с которым мы вместе снимались. Я думаю, а что бы, если я посвящу эту песню Саше Хачинскому и вообще всем актёрам, которых мне Бог послал, встретиться с ними в кино, в театре, в жизни, на эстраде. Вот я к Саше Хачинскому и всех так как бы легко послалил, и им сделаю такое посвящение. И вот из его Сашиной песни я сделал такое акапеллы. Ходят кони над векою, ищут кони водопою. К речке не идут, больно берег крут. Ни тропиночки полногой, Не ложбиночки, Убогой, Ай, Ай, Как же конем быть, Кони Хочут Петь Не каждый актёр может похвастаться, что он был партнёром такой американской кинозвезды, как Элизабет Тейлор. Поэтому я ничего не знаю. Нет, я понимаю... Это в «Синие птицы». Ну это детская картина, американская картина, первая советско-американская картина «Синие птицы». Тогда это был нонсенс, это было счастье. Олег Попов играл махонький эпизод «Клоуна». Надя Павлова танцевала «Синюю птицу», один номер, это всё с Годуновым. Игорь Дмитриев играл махонький эпизод «Богданова-Чеснокова». Все посчитали за счастье, просто хотя бы появиться. А тут, конечно, тебе доверяет роль мужа Элизабет Тейлора, отца детей. Конечно, это... Но дело в том, что я думаю, что если бы снимал кто-нибудь из наших режиссёров и из наших актёров, эта картина была бы, во-первых, намного интереснее. Это раз, это моё мнение. Второе, то, что Элизабет Тейлор, конечно, так тщеславая, такой приятный партнёр, она была Элизабет Тейлора, и артистки такой, супер, голливудская актриса. Но у меня были такие сказочные актрисы, с которыми я был рядом. Я был счастлив, что я с ними рядом. А я тебя не признал. Думал, кто приехал. Здорово. Шурка. А? Ты чего это? Чё подумаешь-то же. Да ты чего вырядилась-то? А Шур? Халат домашний. Женский. Тепу выбросили, мы с палилкой взяли по штуке. Ну, подумаешь, и брак. Марки только. Ну, Пашка, ну ты, ну, ничего, ничего ты не понимаешь. Что ты, Ротарь? Всё, пошёйся. Всё. Вот так тебе всегда будет. Матерь Божья, кого вижу, а? Екатерина Платонна! Марка, а ты в нас идея? А я мать меняю. Зато тебя будут законсервировали. А ты что, опять Анастасии квартиранта подсунула, а? Что значит подсунула? Что значит подсунула? Вот ферма им нужна. Нужна им ферма, а? А бригад-то размещать негде. В общежитии-то ремонт. Я же ей не шарамы у какого подстелил. А может сказать, ну и лучший мужик от бригады. Тот же... Перспективу ведь надо. Паш, ты выступаешь? Чё? Как на собрании? Катюх. Чё? Катюх, мы же обняться с тобой забыли. Чего? Слушай, подойди поближе, а? Ещё чего. Ну ладно, подойди к кому говорю. Ну ладно, подошла. Ну обнимай. Другой раз. Гость, приходи. Ладно. Телевизор посмотрим, кекову попьём. Эх, Паш, какой ты был такой и остался. Кто ж теперь на чай-то приглашает? А что, к чаю тоже можно присовы купить? Когда присовы купишь, тогда позовёшь. Элизабетта Игоревна, что ли? Да, почему Элизабетта Игоревна? Столько русских актрис сказочных совершенно. Мне повезло. Я вообще не могу себе как Наташа Тинякова. Я не знаю. Я бесконечно. У меня 80 фильмов. Значит, 80 актрис. И российские актрисы. Там Нина Русланова в «Цыгане». Ну, Господи, Боже мой. Кого не возьми, сказочная актриса. И в «Факте биографии» Лаврова, Татьяна. Ну, не знаю. Мне так везло. Я был партнёром. Я только могу сказать. Я был партнёром таких замечательно сказочных русских актрис. Ну, всё-таки. А Элизабет Тейлор? Ну, чего Элизабет Тейлор? Там замечательные отношения. Замечательные отношения. Замечательно работали. Ты прочитал мою книгу «И жизнь сумасшедшего антепренёра». Да. А сейчас, наверное, придётся второе издание готовить, где обязательно будет глава о Леониде Неведомовском, который родился 13 октября в месяц весов. Безодиак весы 1939 года в городе Витебске в семье врачей. И три месяца родители, увидев своего младенца, размышляли, как его назвать, какое имя дать. Это правда. Это истина. И вдруг в город Витебск в конце 1939 года приезжает легендарный... Молодой, красивый. Молодой, красивый. После весёлых ребят. Популярный, любимец. Леонид Осипович Утёсов. И твои родители. Да. И правильно. И отцу безумно нравился всегда Утёсов. Но здесь он ещё увидел его живым. И когда он пришёл в детскую, взял мне от Кавыбели, посмотрел и сказал... Маша... Мою маму звали Мария. Говорит, Машенька, это же были эти Леониды Утёсовы. И Мария согласилась только потому, что её любимый певец был Леонид Виталич Собинов. Понимаешь? Маши, отец твой, Виталик. Виталич. Поэтому, получается, Леонид отцу нравится, а Виталич, Леонид Виталич отчества, нравится маме. Поскольку у этого Леонид Утёсов, а здесь Леонид Виталич Собинов. Театральный институт, значит, хотите поступить, да? Так точно. Артистом хотите быть? Так точно. Программу знаете? Так точно. Что? Стих, проза, басня. Давайте прозу. Иван Сергеевич Тургенев. Му-му. Ты не только съела цветы в цветах, Мои ты съела мечты. И вот душа пустая, И вот молчат уста. Иван Сергеевич Тургенев. Трудно жить, мой друг, без друга, В мире одному. Все туманно, все-то всухо сердцем бью. Если в жизнь твою коровью искать неркалив любовью, то когда бы ты, пустуха, знала, почему?